Красноярск Один из крупнейших экономических и культурных центров Восточной Сибири Расположен на стыке Западно-Сибирской равнины Среднесибирского плоскогорья и Алтая-Саянских гор От Москвы Красноярск отделяют 3 990 километров 4,5 часа полета или 2 с небольшим дня живописного пути по железной дороге В 1896 году на железнодорожную станцию Красноярск прибыл первый поезд Благодаря постройке железной дороги население города за 10 лет выросло в 2,5 раза С 27 до 70 тысяч человек Сегодня это без 5 минут город-миллионник и столица Красноярского края В конце 19 века Красноярск стал одним из узловых пунктов Транссибирской магистрали В связи с этим было решено построить в городе большой вокзал Здание по проекту архитектора Николая Соловьева обошлось администрацией города в 40 тысяч рублей По тем временам огромные деньги Внутри были залы ожидания первого и второго классов Впоследствии здание не раз перестраивалось Сегодня Красноярский вокзал это целый комплекс с просторными фойе, удобными перронами и красивой привокзальной площадью Каждый день сюда приходят поезда со всех четырех сторон света, а точнее со 112 станций, которые были специально открыты для пассажиров Красноярской железной дороги Красноярск административный центр Красноярского края, но отнюдь не географический Он расположен на юге огромного региона, второго по величине субъекта Российской Федерации Раньше эта территория была разделена на множество княжеств и поселений самых разных народностей Ненцев, селькупов, кетов и многих других Узнать, чем отличается национальный хакасский костюм от долганского И познакомиться с традициями этих народов можно здесь, в Красноярском краеведческом музее Музей был основан по личной инициативе супругов Матвеевых Они прекрасно знали историю края и очень любили искусство Долгое время у музея не было собственного помещения Лишь через 30 с лишним лет после его основания для возведения отдельного здания Был созван строительный комитет и собраны пожертвования В роли меценатов выступили почти все красноярские купцы Многие из них предлагали помощь непосредственно материалами Например, купец Телегин дал на строительство 8 тысяч штук кирпича А лесопромышленник Лукин предложил 1000 пудов алебастра и 100 штук плах для полов Экспозиция второго этажа рассказывает о жизни русского населения На территории Енисейской губернии в XIX веке Здесь можно увидеть портреты самых известных красноярских купцов И представителей сибирской интеллигенции Соседние залы посвящены жизни крестьянского населения Экспозиция построена как театральная декорация Убранство русской избы восстановлено в мельчайших деталях На третьем этаже музея рассказ о новейшем времени Первой половине XX века в истории Красноярского края и всей России Часть экспозиции посвящена истории советских времен Оформлена она в виде поезда За каждой вагонной дверью определенный советский период Революция, коллективизация, НЭП Сидя на скамье можно изучать предметы быта, фотографии и слушать советские песни Любой человек, живущий или когда-то бывавший в России, знаком с Красноярском, даже если никогда здесь и не был Дело все в том, что Красноярск, а точнее один из его символов Часовни Пороскевой Пятницы Изображена на купюре достоинством 10 рублей Часовня Пороскевой Пятницы стоит на караульной горе Самой высокой точке города Именно здесь в 1628 году была сооружена дозорная вышка Для наблюдения за поведением воинственных южных соседей Кыргызов и монголов К началу XVIII века в Красноярске стало уже спокойно И на месте караульной вышки был воздвигнут крест А позднее была построена часовня имени святой великомученицы Пороскевой Пятницы Сегодня на караульной горе в памяти казаках-основателях Красноярска Установлена гаубица М-30 образца 1938 года А в 2001 году губернатор города ввел традицию ежедневного полуденного залпа В караульной горе открывается панорама большей части города и его окрестностей Этим, конечно же, пользовались многие Известно, что художники писали здесь великолепные пейзажи А изобретатель радио Александр Попов любовался отсюда солнечным затмением Кстати, отсюда видна моя гостиница Вон она, на самом берегу Енисея Гостиница Красноярск расположена в самом центре города На улице Урицкого, напротив коммунального моста В гостинице 249 номеров, а также все необходимое для работы и отдыха Рестораны, бары, салон красоты, а также несколько конференц-залов Из окон гостиницы открывается прекрасный вид на набережную, Енисей и театральную площадь Это одна из центральных площадей Красноярска Ее украшает здание театра оперы и балета Статуя Аполлона на 13-метровом пьедестале И светомузыкальный фонтан реки Сибири Рядом с площадью у здания городской администрации в 2001 году установили башенные часы Для музыкального оформления курантов была создана целая экспертная комиссия На ее рассмотрение было выдвинуто 12 произведений Исторические и современные песни о Красноярске Эксперты остановили свой выбор на песне «Я лечу под парусами» Которая была написана первым енисейским губернатором Александром Степановым в 1828 году Красноярский Биг Бен, как его называют местные жители Годится лондонскому в пра-пра-правнуке Но, несмотря на свою молодость, он уже стал неотъемлемой частью города и его символом В сквере рядом с башней любят гулять У часов часто назначают встречи Вообще центральная часть города небольшая Отсюда 10-15 минут до стрелки Место, где был основан Красноярск Целенаправленное освоение русскими территорий, расположенных в бассейне Енисея, началось в 17 веке Тогда стали строиться несколько острогов для защиты осваиваемых земель от возможных набегов В их числе был Красноярский острог, основанный в 1628 году на высоком мысе в месте впадения в Енисей реки Кача Строительство острога было поручено боярскому сыну Андрею Дубенскому Надо было найти не только подходящее место, но и наладить отношения с подгородными татарами, тюркскими каченцами и киргизскими князьями Дубенский блестяще справился За заслуги в деле освоения Сибири его перевели из боярских детей в уездные дворяне Помимо прочих привилегий, это давало право владения населенными имениями и право поступления на государственную службу Красноярский острог должен был называться Верхний Енисейским или Каченским Раньше названия всегда привязывались к именам рек или других водоемов Но Дубенский, будучи человеком творческим, решил дать острогу имя Красный Яр За живописное месторасположение и цвет обрывистого берега Енисея в устье Качи Первоначально острог выполнял военно-оборонительные функции Он был окружен рвом глубиной в 3 метра и шириной в 10 А по его дну был пущен чистокол Но постепенно вокруг острога начали складываться деревни А уже в 1690 году острог получает статус города Красноярск был точкой пересечения нескольких крупных дорог Поэтому через него проходили многие научные экспедиции В том числе в 1807 году кругосветное путешествие Ивана Крузенштерна В котором принимал участие командор Николай Рязанов Через два года после начала путешествия Рязанов был освобожден от дальнейшего участия в экспедиции И отправлен на инспекцию русских поселений на Аляске Для доставки продуктов в русскую колонию из тогда еще Испанской Калифорнии Рязанов купил судно Юнона и построил судно Авось Которые отправились в Сан-Франциско Там Рязанов познакомился с комендантом города и его дочерью Кончитой Аргуэлья Через некоторое время он сделал девушке предложение И отправился в Россию, чтобы просить императора о согласии на брак Но свадьбе не суждено было состояться Обратная дорога встретила командора суровой сибирской зимой Несколько раз приходилось ночевать прямо на снегу Рязанов серьезно заболел и был доставлен в Красноярск Этот город стал его последним пристанищем Помятник Рязанову стоит у пешеходного моста, ведущего на остров Татышев Это один из пяти городских мостов, самый молодой Вообще раньше Красноярску было достаточно одного железнодорожного моста Дело в том, что город располагался только на левом берегу Енисея И здесь были жилые дома, конторы, лечебницы и банки Красноярский прямолинейная схема улицы Кварталов Все магистрали ориентированы по сторонам света Широтные улицы тянутся с запада на восток А меридиональные с юга на север Автором этой планировки был сержант Геодезии Петр Моисеев Прибывший в 1773 году из Тобольска восстанавливать город после пожара В 1828 году архитектор Вильям Геста создает перспективный генеральный план города Он не изменил изначальной структуры, добавилось больше улиц, смежные кварталы были объединены План утверждал сам император В левом углу градостроительного документа было написано «Быть посему Николай I» Центр города Воскресенская улица Сегодня это проспект Мира В плане Геста она была указана как парадный коридор, связывающий Новособорную и Старобазарную площади Как главная улица города она получила строго регламентированную длину – 2,5 километра Красноярск долгое время сохранял типичные черты губернского города Улицы были застроены деревянными домами в один этаж, промышленные предприятия отсутствовали Облик города начал резко меняться к середине 19 века Связано это было с сибирской золотой лихорадкой В середине века Енисейская губерния – крупнейший район золотодобычи, а Красноярский – ее центр В Красноярске размещались конторы всех самых крупных компаний по добыче золота Контора братьев Кузнецовых, товарищества Драга и многие другие Где золото, там и богатые люди Они стали обустраивать город На бульварах появились фонари, в садах – китайские беседки А на Воскресенской улице – залы для общественных собраний с комнатами для карточных игр, бильярдной и буфетами Светская жизнь в Красноярске кипела С тех пор изменилось немногое Разве что залы для общественных собраний превратились в рестораны А буфеты – многочисленные бестро и кафе А в остальном на проспекте Миру по-прежнему масса мест для приятного времяпрепровождения Одно из них – кофейня Travel is Coffee Здесь можно выпить классический итальянский эспрессо, забежав ненадолго в обеденный перерыв Или же остаться на пару часов, дегустируя фирменные кофейные или чайные смеси В дополнение к напиткам можно выбрать один из многочисленных десертов – фруктовую кисадилью, вафлю «Шахматная королева» или мельфей с черносливом Недалеко от кафе стоит памятник великому русскому живописцу, мастеру масштабных исторических полотен Василию Сурикову Он родился в Красноярске и до 20 лет жил здесь Василий Иванович вернулся в родной город лишь в конце жизни, чтобы найти подходящее место для собственной мастерской В эту поездку был создан ряд замечательных пейзажей – последние работы, посвященные Красноярску Несмотря на то, что большинство полотен Сурикова не связаны с Сибирью, на родине его помнят и чтут Помимо музеев, его именем названы художественная школа, скверы и даже танкер енисейского пароходства А на углу проспекта Мира и улицы Сурикова вывешены репродукции знаменитых портретов художника В отличие от произведений искусства, которые по определению должны сохраниться на века, следы повседневной жизни увековечить бывает сложно В некоторых городах сохранились первые кафе, первые библиотеки, а в Красноярске есть первая аптека Она тоже находится на проспекте Мира Сейчас это не только аптека, но и своеобразный музей Реставраторам удалось сохранить внутреннее убранство и все детали интерьера Аптека открылась в конце 19 века по ходатайству общества врачей Енисейской губернии Специальное здание строилось 6 лет Здесь развешивали порошки, готовили микстуры и делали лечебные сборы В 1884 году в доме Либмана на Воскресенской улице было открыто фотографическое заведение для снятия видов и портретов супругов Аксель Рот Они были авторами альбома «Вида Сибири» и «Великой Сибирской железной дороги», которая была отмечена золотой медалью на Всемирной выставке в Париже Фотоателье сохранилось до сих пор, а красноярские традиции и искусство фотографии развиваются по-прежнему В Красноярске есть даже научно-исследовательский институт экспериментальной фотографии При его поддержке работает школа творческой фотографии Алексея Сниткова или фотографический холдинг Снитков и компания Как говорят основатели, девиз нашей школы – максимум практики Поэтому все студенты постоянно участвуют в различных фотопроектах Один из самых успешных – фототуризм Это закрепление навыков, полученных на курсах, а также своеобразное обучение с погружением в процесс Алексей, куда вы сейчас собираетесь отправляться? В какую экспедицию? Это традиционная экспедиция, это пятая уже по счету экспедиция на Байкал, она называется «За уходящим льдом» Вот, и мы традиционно будем догонять лед, который уходит на север Но вы же, как вы сказали, вы не первый раз на Байкале Это пятая экспедиция Туда можно ездить каждый год, можно ездить три раза в год и находить удивительные места, удивительное состояние по свету, изменения в природе И даже уходящий лед каждый год уходит по-разному Вы там в основном пейзажи, да, фотографируете? Нам интересны люди, нам интересна природа, нам интересно все то, что там происходит Ну, а помимо Байкала, вы же не только в России, вы же по всему миру фотографируете? На самом деле есть приоритет, что мы стараемся все-таки путешествовать по Красноярскому краю, по Сибири Но при этом есть экспедиции и в Индию, и были экспедиции в Австралию Алексей, расскажите, пожалуйста, что вам больше нравится, портреты или пейзажи? Вообще-то я как профессиональный фотограф снимаю в разных жанрах Просто в разные периоды жизни появляется какое-то приоритетное направление В последние годы мне чрезвычайно нравится снимать людей Людей в быту, в проявлениях, ну вот можно там тоже еще посмотреть Вот, какие-то жизненные сценки То есть вы как режиссер, вы как снимаете такой кино? Я стараюсь не вмешиваться, я как режиссер документалист Наблюдатель Да, я наблюдатель, фотография должна говорить сама за себя Жизнь уже все придумала Нужно увидеть, но зафиксировать так, чтобы не было дополнительных вопросов То есть никто мне не задает вопрос, что вот здесь на этой фотографии Фотография в данном случае международный язык То, что делается в области фотографии, если это сделано на профессиональном уровне, это понимают все Вы, наверное, этому учите своих студентов Наверное, в меньшей степени фотография В большей степени Скорее, психологии жизни Мы заставляем их думать Думать уже визуальными формами Пойдемте познакомимся Посмотреть, да, что там происходит В программе школы предусмотрено несколько базовых курсов В каждом из них запланированы практические занятия, работа в профессиональных студиях И, конечно, мастер-классы известных фотографов Все это помогает слушателям выработать фотографическое мышление И умение читать снимок, чтобы впоследствии создавать настоящие авторские работы Ну вот, а это самое сокровенное наше место Это фотостудия Вот Здесь у нас проходят не только занятия со студентами Ну и реализуются все практически какие-то творческие проекты Алексей, скажите, пожалуйста, почему ваша школа называется Фотографический холдинг снитков и компания Холдинг включает в себя ряд организаций В том числе и школу И научно-исследовательский институт экспериментальной фотографии И издательский дом и так далее Кстати, по поводу НИИ экспериментальной фотографии Что это такое? Что это такое? Это организация, которая в принципе в Красноярске одна и в России одна Мы занимаемся научными и исследовательскими работами в области визуальной культуры Плюс у нас есть масса практической работы И научно-исследовательский институт занимается подготовкой учебных программ Нет у нас в стране такого центра методического, где можно было бы давать рекомендации Как учить, чему учить в области, допустим, фотографии Это только в Красноярске? Да, ну так получилось, что да К образованию в Красноярске В Красноярске относятся очень серьезно Помимо курсов и частых образовательных учреждений, как школа Алексея Сниткова Здесь находится Сибирский федеральный университет Самый большой университет на всей восточной части России От Урала до Дальнего Востока Сегодня СФУ – это 21 институт, 41 тысяча студентов и более 3000 преподавателей Большинство из которых – кандидаты и доктора наук В 2008 году на базе Сибирского федерального университета Был создан Центр коллективного пользования Это огромная лаборатория, оснащенная самым современным оборудованием Которым могут пользоваться как ученые и преподаватели, так и сами студенты Здесь проводятся исследования мирового уровня в различных областях физики и химии От микроэлектроники до разработки нанотехнологий В Сибирском федеральном университете более 200 специальностей Но вне зависимости от выбора профессии Каждый студент обязательно оказывается здесь В библиотеке университета Это гордость создателя СФУ Весь образовательный процесс выстроен по последним технологиям Библиотека оснащена компьютерами и высокоскоростными сканерами Теперь не нужно стоять в очереди за книжкой или искать формуляр в бездонной картотеке Можно всего лишь оставить свою заявку на сайте библиотеки Для сохранения редких изданий и умножения количества экземпляров В библиотеке СФУ установлены высокоскоростные сканеры Эти машины, похожие на фантастические аппараты, способны отсканировать 2400 страниц за один час Таким образом, на внушительный фолиант объемом 800 страниц вам потребуется всего лишь 20 минут Один из читальных залов библиотеки оборудован системой направленного звука Это то же самое, что слушать текст или музыку в наушниках, только самих наушников нет В потолок читального зала встроены специальные узконаправленные динамики Из них и раздается звук И как будто бы накрывает слушателя колпаком Из-за этого такая аудиосистема еще называется купольный звук Стоит отклониться от динамиков всего на полметра и слышно уже ничего не будет Зато можно наслаждаться любимой музыкой и аудиокнигами, не мешая соседям Университет постоянно развивается Открываются все новые образовательные программы Недавно в СФУ появилось свое телевидение, которое создают студенты для студентов Конечно, под чутким руководством профессионалов На базе Института филологии и языковой коммуникации работают школы тележурналистики, техники речи, операторского и режиссерского мастерства Студенты работают над разными телевизионными проектами, сами разрабатывают концепции программ, снимают и монтируют их Так появились развлекательный студенческий тележурнал «Вестибюль» и научно-популярное обозрение «Олимп СФУ» Помимо классического образования, посещения библиотек и написания «Олимп СФУ» У красноярской молодежи масса возможностей для развлечений, в том числе и активных В 2009 году на острове отдыха был построен центр экстремальных видов спорта «Спортекс» Его площадь более 4000 квадратных метров Что тут только не практикуют Агрессивные ролики, спид с лалом, велотриал и многое другое Для каждого вида спорта есть тренажеры, оборудование и снаряжение Одних только трамплинов для скейтбордистов здесь более 35 В «Спортексе» мало стационарных фигур, большинство передвижные Это дает возможность каждый раз конструировать скейтплощадку, учитывая пожелания спортсменов Меняя последовательность фигур Конструкция комплекса устроена таким образом, что в течение непродолжительного времени Можно переделать зал из скейтпарка в концертную площадку Для этого здесь предусмотрено необходимое техническое оборудование Световые приборы, звуковые пульты и акустические системы Суть паркура – движение и преодоление различных препятствий Для него здесь установлена вот эта вот конструкция Которая напоминает решетку, но в ней каждый изгиб и поворот Созданная для тренировки спортивных элементов А их в паркуре предостаточно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Необходимую порцию адреналина можно получить и без специальных навыков Не владея искусством паркура или скейтбординга Для этого достаточно отправиться в фан-парк Бобровый лог Парк отдыха и развлечений Бобровый лог расположен на правом берегу Енисея В живописной долине реки Базаиха на границе с заповедником Столбы На его территории площадью 80 гектаров есть все как для активного, так и для прогулочного спокойного отдыха Развлекательный комплекс Бобровый лог – это всесезонный парк Зимой здесь можно покататься на лыжах или сноуборде А летом поплавать в открытом бассейне, устроить пикник в беседке Или опробовать захватывающий дух аттракционы Высотный город – это трехуровневый комплекс Со всевозможными переходами, веревочными лестницами, тросами, опорами и петлями Хотя на первый взгляд кажется, что это развлечение для детей Здесь много элементов для профессиональных альпинистов Можно сказать, что это такой универсальный аттракцион для людей практически любого возраста Наименее экстремальное развлечение – аттракцион Родельбан Это нечто среднее между Бобслеем и американскими горками Первая часть аттракциона – это подъем вверх на самую верхнюю точку горы А потом извилистый спуск вниз со скоростью до 60 км в час Еще более увлекательным считается аттракцион «Зипрайдер» Это полет на длинном тросе с вершины склона Ка-2 Такое развлечение уже для более подготовленных Перед полетом надо облачиться в спецпоряжении и внимательно выслушать представление инструктора Ресторан «Хозяин тайги» предлагает своим гостям блюда сибирской и альпийской кухни В уютных интерьерах, стилизованных под небольшую виллу в горах, можно попробовать салат с папоротником и олениной Карпаччо из муксуна или голубцы по-сибирски А для кофе с десертом переместиться в мягкую зону ресторана – бар «Вертикаль» Эта кресельная дорога пользуется спросом буквально у всех во все времена года Зимой по ней поднимаются горнолыжники, а летом – туристы и скалолазы Со смотровой площадки начинается спортивный маршрут до горы Токмак А для любителей красивых видов на площадке установлены мощные бинокуляры, в которые можно рассмотреть окрестности Красноярска О Енисеи землепроходцы знали давно Еще в XVI веке в его устье заходили поморские суда через моря Северного Ледовитого океана Долгое время водный транспорт был основным средством перевозки товаров в Сибири В 1863 году было открыто судоходство на Енисеи Основные задачи – поставка в северные районы Енисейской губернии хлеба и закупка там пушнины и рыбы Крупнейшим красноярским пароходовладельцем был купец первой гильдии Николай Гадалов В 1882 году он приобрел у барона Кнопа пароход «Москва» С этого момента было установлено регулярное пароходо-сообщение между Красноярском и Низовьем Енисея Пароходное сообщение имело не только торговые функции Вскоре пароходы стали использовать для загородных прогулок по Енисею Посетителям предлагался буфет и музыкальные номера Сегодня обычные прогулки по Енисею совмещают с переездом в Девногорск, город-спутник Красноярска Девногорск входит в городскую агломерацию Большой Красноярск Вместе с городами Сосновоборск, Березовка и четырьмя близлежащими районами Предполагается, что благодаря созданию такого муниципального образования Население Большого Красноярска к 2020 году достигнет полутора миллионов Девногорск расположен на правом берегу реки Енисей На отрогах восточного Саяна Благодаря этим дивным горам город и получил свое название Городообразующим предприятием в Девногорске является Красноярская гидроэлектростанция Ее строили в течение 16 лет, с 1956 по 1972 год Гидростроителей надо было где-то разместить Поэтому территории, примыкающие ГЭС, быстро застраивались жилыми кварталами и заселялись Основав вторую по мощности гидроэлектростанцию в России, многие строители решили остаться Так возник город Девногорск А Красноярский край добавил к своим достоинствам рекордную для этого региона выработку электроэнергии 20,5 миллиардов киловатт-часов в год Строительство гидроэлектростанции способствовало не только энергетическому развитию региона Благодаря ГЭС в Красноярске и его окрестностях стали развиваться водные виды спорта Открылся яхт-клуб Ну и сейчас здесь регулярно проводятся соревнования, как взрослые, так и детские по парусному спорту Валерий, ну расскажите, вы президент яхт-клуба, правильно я понимаю? Да нет, меня примерно неделю назад выбрали президентом федерации парусного спорта Красноярского края А какие цели, задачи у вас? Если в двух словах, то популяризация парусного спорта, безусловно Ну а дальше уже этапы идут Нам нужно, конечно, поднять детский парусный спорт Те люди, которые остались, яхты, которые остались Вот мы пытаемся приводить в порядок и на них тренировать детей Скажите поподробнее, как у вас проходят обычные соревнования? Вот здесь, где мы сейчас находимся, примерно в этом месте, только вот у того берега, у левого берега Значит, проходит старт, ставится створ, как обычно, значит, отчет времени и так далее И по сумме гонок, кто больше и быстрее пришел, тот, естественно, оказывается победителем Я занимался судомодельным спортом, радиоуправляемыми яхтами И вот тогда у меня родилась мечта такая голубая, можно сказать Когда-нибудь сделать свою большую парусную яхту Вот, и в 2005 году я ее сделал, вернее, спустил уже на воду и участвовал в первых соревнованиях На Красноярскую парусную регату съезжаются со всего края и из других регионов Даже несмотря на то, что Красноярское море – искусственный водоем Оно тянется от Девногорска до Абакана в месте впадения в Енисей одноименной речки Общая длина водоема почти 400 километров, а ширина в некоторых местах достигает 15 километров В результате создания водохранилища гидрография этого района изменилась Речки и ручьи оказались подтопленными, а их усти превратились в извилистые заливы В южной части Красноярское море имеет более пологие берега и песчаные пляжи Поэтому здесь удобно отдыхать и купаться Сейчас мы идем правым галстом, поскольку пару ветер дует справа у нас Поменяем галст, пойдем левым на тот берег Ну и дальше куда-нибудь в сторону Абакана Я думаю, километров 40-50 мы сегодня пройдем Самое глубокое место на Красноярском море находится при впадении в него речки Бирюса При этом температура воды здесь всегда на 5 градусов выше, чем на самом море Неприступные скалы, на которых гнездятся орлы, резко уходят в воду Чернеют древние пещеры и гроты Особое место на Бирюсе – львиные ворота Это необычная скала со сквозной пещерой, откуда открывается изумительный вид на залив Какая задача уехать? Получать удовольствие? Побеждать Побеждать? И получать удовольствие Это как вид спорта или это все-таки образ жизни? Яхтинг, да, он уже, наверное, ближе к образу жизни Потому что здесь все-таки нужно оторваться от дома Нужна вода, ветер, вот это другое что-то уже Вот смотрите, как здорово, мы идем, да, двигатель у нас не работает Ничего у нас не шумит, не дымит, не пылит, не выберирует, да Только шум ветра, шум волны Ну как здорово Во время прогулки по Красноярскому морю с водой открываются прекрасные виды Здесь каждое место имеет свою историю Но чтобы увидеть всю красоту, одного дня слишком мало Нужны недели Этот небольшой круиз – отличное завершение моего знакомства с окрестностями Красноярска и самим городом Современным мегаполисом с богатой историей и перспективным будущим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова